Здравствуйте! Сегодня мы с вами будем готовить блюдо, которое было при дворе Александра Первого. Это винегрет. Гласит история, что французский повар Антуан Карем, бывший при дворе Александра Первого, увидев, как русские повара заправляют уксусом какой-то салат, спросил винегре, что значит уксус, а те подумали, что он называет это блюдо, и подтвердили винегрет, винегрет. Ну, так якобы получилось название этого блюда. Но при дворе Александра Первого винегрет подавали несколько иным способом. Свёкла и морковка запекались в печи, но поскольку у меня нет русской печки, я запекла в духовке. Также отварила картошку, потребуется луковица, капуста и огурцы солёные. Также нужен будет обязательно перец, соль, уксус винный, потому что заправка салатная состояла не только из масла. Масло и отварное яйцо. Приступим. Почистим и порежем овощи. Нарезаем свёклу. После того, как порезали свёклу, нам нужно приготовить заправку. Дело в том, что свёклу мы будем заправлять отдельно. Мешаем перец, соль, винный уксус. Растворяем соль в уксусе. Теперь постепенно вливаем масло. Можно это взбить миксером? Можно, конечно. Мне просто нужно смотреть, до какого состояния растворяется содержимое в чашечке. Мне удобно это делать вручную, а не миксером. Нужно поймать момент, когда превратится в умиксию нашу смесь. И затем мы её окончательно заэмульсируем варёным желтком. Желтком от варёного яйца. И так постепенно взбивая, мы добились такого майонезика. Именно такой заправкой и заправлялся винегрет. Свёклу нужно заправить отдельно, для того, чтобы она не окрасила все остальные овощи. Поэтому сейчас мы заправим свёклу. И чтобы как следует свёкла в этой заправке перемешалась. Пусть лежит, ждёт остальных овощей. Теперь нарезаем морковь. Отправляем морковь к свёкле, которую тем временем уже пропиталась заправкой. Если тяжело вам покажется или долго взбивать вручную, можете погружным блендером взбить, либо миксером. Соединяем морковь со свёклой. Теперь нарезаем картофель. Стараемся, чтобы нарезка по размеру не отличалась от свёклы, морковки. Только лук нарежем мельче. Отправляем туда же. Нарезали лук. Отправим его к нашим овощам. Пришла очередь огурцов. Огурцы лучше брать солёные, потому что в маринованном продукте содержится уксус. А у нас винный уксус был в заправке. И ваш винегрет может стать сильно кислым. Берите солёные огурцы. Подошла очередь капустки. Если оно у вас слишком длинными волокнами заквашено, то её слегка порубите. Итак, мы собрали все продукты, перемешаем их, и заправим нашей заправочкой. Осталось только выложить. Итак, наш винегрет готов. Именно такой рецепт подавался ко двору Александра Первого. Сейчас винегреты делают и с солёной селёдкой, тогда они кладут капусту, и с яблоком, и много вариантов других. Но именно такой вариант, именно с такой заправкой, прародитель нашего с вами винегрета. Попробуйте приготовить его. Он очень вкусный. До новых встреч на моём канале.